Окружающий мир Мы вспоминаем запах лета, жаркий полдень, бездонное небо, неподвижность облаков, трепет бабочки, стрекут кузнечиков, острый холодок травы под босыми ногами и прикосновения к теплым колючкам, под которыми тревожно бьется маленькое сердце. Ощущение восторга от того, что ты прикоснулся к тайне незнакомой жизни. Солнце встает на востоке, за зимой приходит весна, это неизменно. Все остальное за миллионы лет на нашей планете стало иным. Очертания материков и морей, климат, почва, растительность. Безвозвратно исчезли многие виды животных и птиц, им на смену пришли другие. Но есть животные, которые за миллионы лет не только не исчезли, но и почти не изменились. Наиболее древние и современных млекопитающих – ежи. Их предки жили 135 миллионов лет назад, когда по нашей планете бродили динозавры. Современная форма ежей появилась раньше. Шерстистых носорогов, саблезубых тигров и мамонтов пережила их. И приспособилась к меняющимся условиям окружающей среды. Быть может, зимняя спячка и весеннее пробуждение – это привычка, которая появилась у колючих зверков во времена ледникового периода. Такой жизненный цикл характерен для большинства ежей. Их на нашей планете насчитывается около 19 видов. Самый распространенный – европейский или обыкновенный. Но, назвав ежа обыкновенным, ученые до сих пор не разгадали все его загадки. Неизвестно даже, все ли обыкновенные ежи принадлежат одному виду. С уверенностью можно выделить две большие группы – темногрудых и светлогрудых. Ежи разные, а поведение и привычки в них сходные. И просыпаются они примерно в одно время – в марте-апреле. Как только температура поднялась выше 15 градусов, тут и ежик вышел из зимней квартиры. К весеннему теплу рад и уж. Камень – отличное место для того, чтобы погреться на солнце после долгой зимы. А лесной ручей – богатые охотничьи угодья для этой безобидной змеи. Субтитры создавал DimaTorzok Ёж тоже пришел к ручу в поисках еды. Ради нее он готов пройти немалые расстояния, преодолеть любые преграды. Наградой ему послужат маленькие улитки, которых ёж поглощает в неимоверных количествах. После зимней спячки зверек ненасытен. За несколько часов охоты может съесть столько пищи, сколько висит сам. Два охотника на одной тропе должны неизбежно столкнуться. Наверное, для ужа ёж не очень интересен. А колючий туго-дум явно решает, кто перед ним враг или еда. Впрочем, одно другому не помеха. Не всегда ёж выходит победителем из схватки. Трудно понять, то ли уж оказался слишком ловким, то ли ёж неуклюжим. Но холодная вода развела соперников. Горы и леса, поля и луга могут служить ежу местом обитания. Желательное соблюдение двух условий. Чтобы не было сыра и было побольше еды. У бабочки оранжево-черный окрас с узором из пятен и полос. Подобный подбор красок предупреждает хищников о неприятном вкусе или запахе добычи. Ёж поймался на эту нехитрую уловку красавицы. Судя по всему, поведение бабочки столь нетипично, что ёж предпочитает, не рассуждая, удалиться с места неожиданной встречи. Ёж неприхотлив. Он довольствуется той едой, которую может достать. Птичьи яйца для колючего охотника – приятная добавка к привычному рациону. Если, конечно, ёж в состоянии с ними справиться. Из-за маленького рта он не может есть яйца, диаметр которых превышает 15 миллиметров. Не сумел ёж полакомиться яйцами, а гнездо птичьи разорил, прошёл не глядя. Впрочем, эти маленькие насекомые ядные одинаково плохо видят и ночью, и днём. Зато ёжи обладают тонким слухом и обонянием. Они могут чуять добычу, находящуюся в земле, на глубине нескольких метров. Считается, что ёж – отличный мышелов и вполне может заменить кошку в доме. Почему сложилось такое мнение, что его породило, сказать трудно. Но сейчас доподлинно известно – за мышами ежи не охотятся специально. Да и как он может охотиться на этих чутких и проворных зверьков, если бегает ёж не так уж быстро? Во всяком случае, мышь ему не догнать, а затаиваться, подкарауливать – тоже не в обычаях ежей. Есть только один способ – загнать её в угол в замкнутом пространстве. Но даже в этом случае мышь имеет шанс вырваться и убежать. Конечно, если ежу повезёт, своего он не упустит. Так что его скорее можно назвать мышеедом, чем мышеловом. Всё его поведение говорит о том, что такая добыча для ежа – хоть и желанная, своего рода деликатеса, но труднодоступная и потому не самая обычная пища. Человеческие понятия о добре и зле чужды животному миру. Здесь другие законы. Слабый погибает, охотник легко становится добычей. Наступающие сумерки таят неожиданные опасности. А для ежа, ведущего ночной образ жизни, это время суток – самая долгожданная пора. Каждую ночь самцы неутомимо ищут самок. Она поначалу совсем нелюбезна с ними, фыркает и наскакивает на кавалеров. Иногда вокруг одной самки собирается несколько претендентов. Между собой они ссорятся, отпихивая соперников, наносят удары противнику колючками. Потом, заметив, что предмет эксора далеко ушел, спешат за ней, заключив временное перемирие. Благодаря специальной камере, снимающей в темноте, удалось проникнуть в сокровенные тайны ежей. Брачные игры маленьких животных длятся много ночей подряд. Начинаются в апреле и продолжаются периодами все лето до августа. После того, как один из претендентов удаляется, победителю предстоит понравиться самке. В это время ежи забывают об опасности и не замечают никого вокруг. Самец не оставит самку в покое, пока она не будет готова к спариванию. Оно продолжается всего несколько секунд, но может повторяться много раз подряд. После этого ежи расстаются. Самец не принимает участия в воспитании потомства. Лето для многих животных и птиц – самая важная пора. Это время рождения и воспитания потомства. Беременность у самки ежат длится 5-6 недель. В июне ежата появятся на свет в укромном гнезде, которое мать устроила перед их рождением. Пройдет всего две недели, и ежата покроются настоящими взрослыми иглами. У них откроются глаза, еще через неделю прорежутся острые зубки. Ежиха кормит их молоком на протяжении четырех недель и оберегает от опасностей. Но наступает момент, когда из уютного гнезда необходимо выходить в большой мир. В первое время ежата не отстают от матери. Она учит их премудростям взрослой жизни. В первую очередь, что можно есть, а что лучше не трогать. Еще одну-две недели маленькие ежи будут возвращаться каждое утро в родное жилище, чтобы подкормиться материнским молоком. В возрасте двух месяцев детеныши становятся самостоятельными, и семья распадается. У ежей, которые родились в начале лета, впереди несколько месяцев, чтобы накопить запасы жира перед зимней спячкой. Все ежи знают, что солидно подкормиться можно рядом с человеческим жилищем. Многие просто селятся и живут бок о бок с людьми. Да и люди не возражают против такого соседства. Еж животное симпатичное и приносит много пользы. Он уничтожает большое количество вредителей садов и огородов. Еж ест все. Около двухсот видов одних только насекомых входят в его рацион. Еж ест много. За несколько часов может съесть до восьмидесяти жуков. Известны случаи, когда переселенцы брали с собой ежей для совместной борьбы с огородными вредителями. И колючие зверьки их не подводили. Так, в частности, была заселена ежами Новая Зеландия. К сожалению, в наши дни на огородах ежей подстерегают опасность. Использование людьми ядохимикатов приводит к гибели животных. И это несмотря на то, что ежи обладают удивительным свойством – невосприимчивостью к ядам. Они устойчивы к укусам змей и ос и могут переносить дозу мышьяка, смертельную для 25 человек. Еж – существо доверчивое. Людей не боится. Ведет себя как хозяин, обходя участок с проверкой. Мышь в укромном уголке сарая вывела потомство. Она явно не рассчитывала на встречу с врагом, у которого такое острое обоняние и слух. К слову сказать, у ежа слух более тонкий, чем у кошки, лисы, собаки или волка. Мышь не чувствует опасности. Пока еж не торопливо, но настойчиво, без устали идет к своей цели. И хотя он неважный охотник за взрослыми мышами, но губит серых грызунов достаточно много, разоряя мышиные гнезда. И в этом тоже, несомненно, ежиная заслуга и польза для людей. Субтитры создавал DimaTorzok На одном месте еж не задерживается надолго. Его манит неизведанное. Ведь по характеру он путешественник и исследователь. Можно не сомневаться, что своим неспешным шагом он обойдет весь участок. Все обнюхает и, по возможности, попробует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Летняя гроза неожиданно и быстротечно. Напугает громом, замрет в тишине и прольется долгожданным дождем. Еж не романтик и не любитель гулять под дождем. Он лучше по-домашнему уютно свернется в каком-нибудь укрытии и понаблюдает со стороны. Как только дождь заканчивается, еж немедленно и минуты деловито собирается в путь. Субтитры создавал DimaTorzok Стремление расширить охотничью территорию приводит его к дороге. Кроме того, на асфальт после теплого летнего дождя выползает большое количество дождевых червей, которых он может легко собрать. Огромное количество ежей гибнет под колесами. Колючие зверки на приближение машин реагируют единственно известным им способом. Сворачиваются в клубок. Увы, такая надежная на взгляд ежа защита в этих случаях не спасает его. На этот раз все закончилось благополучно. Еж попадает в лес. Есть у него еще одно важное дело. Присмотреть место для постройки гнезда. Чтобы чувствовать себя комфортно, ежам необходимы листопадные породы деревьев. Опавшие листья – основной материал для постройки убежища. В котором выращивается потомство и проходит зимняя спечка. В лесу ждут ежа разнообразные встречи. Знакомства он ни с кем не сводит. Друзья не напрашиваются. А врагов по возможности остерегаются. А вот опасность пришла неожиданно. Лесной пожар. Огонь жадно пожирающий траву, деревья, кустарники не щадит никого. Нет от лесного пожара защиты, куда ни глянь. Подступает со всех сторон. Дышит жаром, опаляет иголки. Спастись можно только бегством, пока есть еще пути для отступления. Инстинкт гонит животных к воде. Юж тоже старается не отстать от всех. К счастью, он хороший пловец и воды не боится. Все же большие водные расстояния ему не одолеть. Если только не подвернется попутное плавучее средство, на котором можно передохнуть и подплыть ближе к берегу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 То, что еж попал в незнакомое место, его не пугает. Раньше думали, что ежи занимают определенный участок, но оказалось, что это не так. И хотя у него есть место обитания, он не препятствует другим ежам проникать на него. Да и сам хозяин в поисках пищи или брачной партнерши легко нарушает границы чужих территорий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Место, куда еж попал после водного путешествия, похоже, облюбовали кабаны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еж не труслив, но осторожен. Прежде чем свободно исследовать новую территорию, предпочитает понаблюдать за ее обитателями. Решение принято. Пойдет еж дальше. Не понравилось ему такое соседство. Не поспать днем спокойно под кустиком, не гнезда соорудить. Наступит кабан ненароком и раздавит. Да и не любит ежик сырых низин. А для кабанов такое место в самый раз. Где сыро, там и грязь. Кабан очень любит грязевые ванны принимать, почиститься, с собратьями пообщаться. Да просто получить удовольствие. В ежей мало естественных врагов. Им приходится опасаться хорьков и пернатых хищников, у которых длинные когти и роговая защита на лапах. Но вот как лиса умудряется справиться с защитой ежей. Это загадка. При опасности он втягивает плечи, опускает мордочку, складывает лапки и сворачивается в клубок. Клубок, который состоит из пяти-шести тысяч иголок. Лиса может одолеть колючего только одним способом. Шаром свернувшегося ежа в воду катит. Там он волей-неволей разворачивается и тогда хватает его, рыжая, за нос. Процесс этот долгий и трудоемкий. Если подвернется лисе в этот момент более легкая добыча, еж останется жив, невредим. Развернется, дрожат, пережит и опасностью и побежит, семеня лапами, по своим делам. В конце сентября, начале октября у ежа главная забота подготовиться к зимовке. Для этого нужно накопить достаточные запасы белого и бурого подкожного жира. Белый дает энергию для поддержания жизни животного во время спячки, а бурый, по-научному, железа зимовки выделяет тепло для того, чтобы еж проснулся весной. Еж готовится к зимовке основательно, найдет подходящее место, натаскает туда листвы, мха, веточек, и внутрь заберется, свернется клубочком и сладко спит до весны, до апреля. Такая она, жизнь ежей обыкновенных, обычная жизнь, полная еще нераскрытых тайн и загадок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok